Первый способ применения этой кисточки для бровей. Начинаем работу с основания бровки и движемся по росту волосков. Движения кисточки как бы их повторяют. Начало бровей не надо делать сильно перегруженным, лучше оставить его полегче. Всю основную работу делаем у изгиба бровей и у конца. Также эту кисточку удобно использовать для того, чтобы рисовать направляющую. Она служит нам помощницей, ограничивает зону до которой мы наносим тени. Или по ней мы в дальнейшем рисуем стрелку. Третий вариант использования этой кисточки проработка межресничного и поресничного пространств. Работаем аккуратно, заполняем продуктом тщательно, чтобы не было никаких проплешин. Межресничкой и поресничным контуром глазик становится ярче и выразительнее. И конечно этой кисточкой мы можем нарисовать стрелочку. Поскольку у нас уже проработана межресничка и поресничный контур, нам остается нарисовать только хвостик. Обязательно опускаем брови, чтобы нарисовать его там где надо. Советую рисовать на открытых глазах, так мы будем уверены, что точно нарисовали туда куда надо. Двигаемся аккуратненько, осторожненько. Сначала прорисуйте нижнюю линию хвостика от края во внешней стороне, оступите 2-3 мм и двигайтесь уже от края к глазику на расширение.